приветствую вас дорогая церковь любовью господа иисуса христа сегодня прекрасный день мы оставив всякую суету сделали хороший выбор сегодня что мы здесь в божьем доме для того чтобы поклониться господом знаете все в нашей жизни это выбор вы могли бы сегодня встать и пойти в другое место вы могли сегодня выбрать быть вместе с божьими детьми и вы хорошо сделали что вы сегодня здесь священное писание напоминает нам и говорит что мы мы призваны слышать его голос мы слышим мы призваны искать его лица и поэтому божьи дети всегда радуются когда собираются вместе сегодня был выбор у нас всех и этот выбор правильный выбор услышать что хочет сказать господь выбор участвовать священное действие хлебопреломление поэтому священное писание говорит сегодня утром я читал из 2 тимофея 1 глава священное писание напоминает нам это служитель павел молодому тимофею напоминает я знаю в кого уверовал и уверен что он есть силен сохранить залог мой на он и день держись образца здравого учения которое ты слышал от меня с верою и любовью во христе иисусе храни добрый залог духом святым живущим вас и сегодня дух святой уже поработал ваших сердцах и привлек вас к собранию верующих для того чтобы мы сегодня напомнили о том что мы достались господу дорогой ценой давайте вместе помолимся и посвятим этот час общения господом молитве отец небесный мы так благодарны тебе сегодня что ты господь ты господин нашей души ты искупитель наш благодарна тебе что ты приготовил абсолютно все для нас для того чтобы мы уже жили победоносной жизнью в иисусе христе здесь на земле но мало этого ты приготовил для нас небеса благодарна тебе господи что ты заботишься благодарна тебе господи что ты ведешь нас благодарна тебе что ты крепкой рукой сегодня собираешь нас здесь и заботливо для каждой души приготовил Слово. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил весь этот ход служения, благословил нас, благословил наших детей, благословил наших друзей, кому мы могли засвидетельствовать, и которые сегодня вместе с нами, или кто присоединился к нам через различные средства связи. Мы просим Тебя, Господи, чтобы для каждого у Тебя было Слово, и чтобы Дух Твой Святой работал в наших сердцах. Благослови сегодня нас, и будь прославлен в нашей жизни, в наших сердцах, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Поприветствуйте друг друга. Сегодня прекрасный день. День, когда мы можем прославить нашего Господа и петь о той благодати, в которой мы спасены. О, благодать! Спасен Тобою я из пучины бед. Был мертвый чудом, стал живой, был слепый, вижу свет. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Я, Скорь души, извил слеза, Твой мир течет рекой. Прошел немало яскольбей, невзгод и черных дней. Но Ты всегда была за мной, ведешь меня домой. Славам Господним верю я, Моя вся крепость нир. Он верный щит, он часть моя, Во всех путях моих. Пройдут десятки тысяч лет, Забудем смерть и тень. О Богу также будем петь, Как самый первый день. О Богу также будем петь, Как самый первый день. Бедна из города та темная гора, Уж много лет назад там распили креста. На крест веден он был, И кровь за нас пролил, Вот не достоин я из гряда его быть. Хоть не достоин я из гряда его быть. О, сколько жизни смерть Иисуса принесла, Грехи простила радость и любовь дала. И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть Иисус. И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть Иисус. Приходят все к Отцу спасительные дни, Кто не принял Христа, спеши, душа, спеши. Он за тебя страдал, и грех твой убилял, Своей любовью все и всех вокруг прощал. Он за тебя страдал, и грех твой убилял, Своей любовью все и всех вокруг прощал. Друзья, как хочется всегда Иисусу петь, За то, что Он не дал навеки умереть. Великий сильен Бог, Он любит свой народ, Как благодарен я Ему за подвиг тот. Великий сильен Бог, Он любит свой народ, Как благодарен я Ему за подвиг тот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Упованье, которым живу Богом данная вера бесценная С ней в молитве к Отцу прихожу Пучи наш, сущий небе истины Имя вечное, свято твое Сохрани мою душу ты чистую И от зла защити ее Дай мне хлеб в этом дне насущный И прости все грехи, молю Будь прославлен во веки живущий Бесконечно тебя люблю И любовь неземная вечная Льется с неба живой водой Исцеляя печаль сердечную Возвращая к надежде живой И сияет чудесной радостью Обновленной души звезда Восхищения и благодарности Снова в небо летят слова Общий наш, сущий небе истины Имя вечное, свято твое Сохрани мою душу ты чистую И от зла защити ее Дай мне хлеб в этом дне насущный И прости все грехи, молю Будь прославлен во веки живущий Бесконечно тебя люблю Бесконечно тебя люблю Отче наш, сущий небе истины Имя вечное, свято твое Сохрани мою душу ты чистую И от зла защити ее Дай мне хлеб в этом дне насущный И прости все грехи, молю Будь прославлен во веки живущий Бесконечно тебя люблю Отче наш, сущий небе истины Имя вечное, свято твое Сохрани мою душу ты чистую И от зла защити ее Дай мне хлеб в этом дне насущный И прости все грехи, молю Будь прославлен во веки живущий Бесконечно тебя люблю Отче наш, сущий на небесах Да святится имя твое Да придет царствие твое Да будет воля твоя И на земле, как на небе Хлеб наш насущный Дай нам на сей день И прости нас Аминь Люди били Иисуса И плевали на Него И взявши трость, били Его По голове Евангелие Матфея 27 глава Люди били Иисуса Люди били Божья Сына Не уйти, не отвернуться От ужасной той картины Били злобно, били просто С упоением и с досадой Плетью били, били тростью Били страшно, беспощадно Били молодой и старый По спине ли, по плечам ли Счета не было ударом И хотелось закричать мне Люди, что же вы творите? На кого подняли руки? Посмотрите, посмотрите Обрекли кого на муки? Люди, это не преступник Божий Сын, над кем глумитесь Это Бог ваш и заступник Божий Сын, остановитесь Мне казалось, что кричала Но ста закрыты были Я смотрела и молчала Люди Иисуса били И смеялись, и плевали И венок сплели терновый В багряницу одевали Мне хотелось крикнуть снова Что плохого он вам сделал? В чем пред вами виноват он? Ко кресту прибили тело На Голгофе жизнь распята Нет, не закричу, не смею Камень на душе, кто снимет? Я не лучше этих смертных Мне ли суд вершить над ними? Шаг я сделала к подножью Силы не было для крика Сердце плакало, Сын Божий И на мне тот грех великий Били злобно, били просто И в толпе то я стояла И не плетью, и не тростью Боль тебе я причиняла Не брала гвоздей руками А к распятию причастна Сверху донизу грехами Крест Голговский опечатан Вот свои грехи я вижу Боже, сколько их, не знаю Больно, стыдно, страшно Ниже голову свою склоняю И не крик, а шопа тропки Сонемевших уст слетает Иисус, прости И кротко он ответил мне Прощаю Аминь Не забывайте страданий Христовых Не забывайте Голгофу Друзья И вспоминайте все Снова и снова Как он страдал За тебя И меня Доброе утро Приветствую Народ Божий Приветствую вас Святые Возлюбленные И вместе с вами Хотел еще раз Сделать обновление Нашей памяти Давайте вспомним Не потому, что сегодня Первое воскресенье И вечеря Получается так Как вроде бы Тридцать дней Мы забыли Вспомнили И опять На следующие Тридцать дней Но Писание говорит Помыслите Глагол настоящего действия О претерпевшем Я хочу сегодня Вместе с вами Вспомнить Ту последнюю ночь Когда Бог С кровью Которая капала С Его чела Боролся за наше спасение Евангелист говорит Об этом так Потом приходит с ними Иисус на место Называемое Гефсимания Тогда говорит им Иисус Душа моя Скорбит смертельно Побудьте здесь И бодрствуйте Со мною И отошет немного Пал на лице свое Молился И говорил Отче мой Если возможно Доминует меня Чаша сия Впрочем Не так Как я хочу Но как ты И об этом будет моя песня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 И пронеси Ты прости Субтитры Алексею Дубровскому Так Так И пронеси Субтитры Алексею Дубровскому Я спасти их хочу и прошу у Тебя, Отче, Ты их прости. Слава Богу! Приветствую, дорогая церковь! Мир вам! Сегодня не просто замечательный день, но это день, когда мы снова можем поблагодарить Бога за то, что мы являемся частью Его Евангелия, Его доброй вести. Интересно, что оставивший заповедь, чтобы мы вспоминали о Его страданиях, Христос хочет, чтобы, имея дело со своей памятью, мы вспоминали именно то событие, которое несет неоспоримо Его благословение в нашу жизнь. Я не знаю, как часто мы понимаем благословение приходить к кресту Голгофа. Ведь именно крест Голгофа и распятый Христос помогает нам правильно видеть свое прошлое, помогает правильно видеть свое настоящее и помогает правильно видеть свое будущее. Добро пожаловать к столу! Четыре евангелиста, которые свидетельствуют нам о приходе Христа, Его жизни, Его служении, Его смерти, воскресении, вознесении, о другом приходе, хочу сегодня выделить евангелиста Иоанна. 20 глава, 31 стих. После всего того, что Иоанн рассказал об Иисусе Христе, а начинает он свое повествование замечательное, он говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Без Него ничего не начало быть, что начало быть. И вот он об Иисусе Христе, только о Христе, и только о Нем, и только о Его деле. И вот предпоследняя глава, 20 глава, 31 стих, Евангелие от Иоанна, он говорит так. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь во имя Его. Друзья мои, самая важная книга Библии говорит нам о том, что человек что-то должен сделать. И должен уверовать, что Иисус есть Христос Божий, что Он есть Мессия посланный. И, веруя в Него, мы имеем что? Мы имеем жизнь. Поэтому сегодня это торжество жизни, жизни Иисуса Христа, но также торжество и победа Его дела, то есть Его жертвы, которой было достаточно, чтобы покрыть Меня. Мы иногда говорим, друзья мои, что этот мир сошел с ума. И он с ума сходит еще больше. Но нужно понять, что Библия говорит, что мир сошел с ума, когда принял решение в лице наших праотцев, Адама и Евы, не послушаться Господа и сделать то, что говорит Писание нам, как день, когда ты вкусишь, то ты смертью умрешь. Что мы сегодня вспоминаем? Первое послание Коринфянам, 11 глава, апостол Павел будет говорить. Он будет говорить о важности того, что передано Ему самим Господом. И он говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Перед тем, как мы будем участвовать, я хотел бы обратить внимание на буквально пять вещей, которые я сегодня хотел, чтобы мы вспомнили. И вот Иисус Христос, говоря апостолу Павлу, говорит, ты должен помнить, ты должен помнить, и Церковь об этом должна помнить, что в ту ночь, которую Он предан был. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что Христос пошел на это дело добровольно. Вот скажите, братья и сестры, когда вы едете по дороге, вас останавливают на пути и говорят, там проблема, там беда, туда не едь. Что мы делаем? Едем дальше? Или же разворачиваемся и пробуем обойти? Как говорят в народе, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Но я сегодня хотел бы обратить внимание, что у Христа, и говори о Его добровольном решении, Он знал. Он знал о предателе. Правда, знал? Знал о том, что народ Его не примет. Знал? Знал. Знал, что будут Его оплевывать, что Его будут унижать, что над Ним будут смеяться. Знал? Знал. Друзья мои, если бы мы знали эти вещи, мы бы туда пошли. Но более всего, Он еще знал, друзья мои, что гнев Отца и зальется на Него в полной мере. Будучи безгрешным, Он возьмет грех на Себя всего мира, твой, мой, настоящий, прошлый, будущий. Он все это взял и пригвоздил власть на Голгофскому кресту. Сегодня мы вспоминаем о Его добровольном решении зайти на крест Голгоф. Второе. Сегодня мы вспоминаем Его мужество. Это очень важная вещь, которую мы сегодня видим в этом тексте, где Христос говорит о том, что Павел говорит, что Христос, ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И второй текст, посмотрите, 24-й, и вас благодарил, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас, что? Ломимое. Посмотрите, в этом тексте сколько мужества. ведь решить самому стать жертвой здесь нужно мужество. Здесь слабый человек не подойдет. Здесь хитрости мало проявить. Здесь может быть искусство какое-то проявить, чтобы вот стать жертвой. Нет, 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 Христос говорит мужественно, сильно, властно. Это мое решение, чтобы мое тело было ломимо за вас. Третье, на что хотел бы обратить внимание, что он не просто говорит о мужестве, но он также говорит о результате. Вот среди нас множество уже людей есть, которые в завете, но они в брачном завете, правда? Муж с женою в брачном завете. Так вот, говоря о Христе, говоря о Христе, что мы должны помнить, что на Голговском кресте Христос заключил с нами, то есть своей церковью, что? Завет. И он, когда говорит так же и чашу, после вечерей сказал, сия чаша есть новый завет. Братья мои и сестры, это потрясающе, потому что мы понимаем, что Христос не просто сотворил новый, или заключил новый завет, но он и обеспечивает, чтобы этот завет, он не разорвался. Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сия творите мое воспоминание. И дальше еще, что мы должны помнить? что его мужество, что его добровольное решение взойти за нас на крест. Новый завет это все дано для того, чтобы мы смотря в будущее понимали, он вернется. Сия творите пока он не придет. Друзья мои, но есть и пятое. Библия говорит, испытывайте себя. Испытывайте себя. И вот я хочу, чтобы мы сегодня тоже испытали свое сердце, напрягли свою память. потому что со своей стороны Христос сделал все, но вот мы, наши взаимоотношения с Богом, каковы они? Они есть вообще-то или нет? Время от времени изредка или они постоянны? Но не только отношения с Богом, друзья мои, отношения друг с другом. Сегодня нужно копнуть свое сердце. Копнуть свое сердце и заглянуть туда. Господи, а в мире ли я и с другими людьми? Братья мои, сестры, это очень важно. Почему? Потому что у креста, если мы не понимаем, что мы должны наладить отношения с другими людьми, то мы там просто как зеваки стоим и наблюдаем со стороны, что там происходит. Но если мы по-настоящему пришли туда и видим свои отношения с Богом и в свете этих отношений и видим наши отношения друг с другом, то, как Христос говорит, если ты имеешь что-то против брата или брат против тебя, жертву оставляй бегом брату наладить свои отношения. Недавно разговаривал с человеком, который не умери, не умери со своими родными. Десять лет судится церковь не ходит. Далеко не нужно найти это здесь и сейчас. Мы думаем, что мы как-то защищены, но, друзья мои, отношения и между родными, и межцерковные. Бог хочет, чтобы там было примирение. Вот сегодня, друзья мои, возможность заглянуть в свое сердце. не просто сказать «испытай меня, Боже», а быть испытанным для того, чтобы, друзья мои, Христос на подвиг души моей смотрел с довольствием. Жертва Христа это мое настоящее, и оно позволяет мне увидеть свое прошлое, что грехи мои прощены, как мы сегодня слышали молитве отчего нас и прости нам долги наши, как и мы прощаем, друзья мои, сегодня этот день. Не откладывайте, не откладывайте. Мы никому плохо не делаем, как кроме самим себя, потому что не прощая другим, мы рвем отношения со всемогущим Богом. Поэтому стол любви перед нами сегодня и напоминания о величайшей цене уплаченных за наши грехи, но также о той свободе, которую мы можем иметь в Иисусе Христе, будучи Его потрясающими детьми, которые знают и исполняют Его волю. Хочу пригласить нас к молитве. Давайте мы помолимся о себе. Но если вдруг кто-то имеет, кто-то на кого тяжбу, не почтите за сложность подойти и попросить прощением. Давайте помолимся тихо каждый о себе. Драгоценный Христос, мы приходим к Тебе такие, как мы есть. Желание сердца нашего, чтобы всегда быть преображенными Тобой, Твоей милостью и Твоей благодатью. Господь милосердный, мы благодарим за прощение в Иисусе Христе и сегодня просим прости нас, Господи. Благодарим за то, что Ты сегодня даешь нам благословение быть участниками Твоего, Твоего величайшего стола благодати, где приобщаясь к хлебу и приобщаясь к чаши. Мы вспоминаем Твои страдания, Господи, благословить Церковь Твою, понимать и правильно реагировать на исполнение Твоей заповеди. Мы просим это в драгоценном имя Иисуса Христа. Аминь. Приглашаю братьев, и мы сейчас будем читать и молиться, но перед тем, как мы будем читать текст, который напомнит нам еще раз именно этот текст, который высвечен перед вами, хотел напомнить об условиях участия в Вечере Господней. Друзья мои, вы имеете право участвовать в Вечере Господней, если вы покаялись. Если вы попросили прощения у Господа за свою жизнь, вы веруете, что Иисус есть Христос и Он есть Сын Божий, и веруя в Него, мы усыновлены и имеем вечную жизнь. Но также вы заключили завет с Богом через святое водное крещение, здесь внимание, во взрослом возрасте. Если вы были крещены как дети, Писание учит, что мы должны сознательно принимать этот шаг, потому что очень важно понимать, что мы веруем, и затем говорим Господу, да, верую, я Твой. Поэтому, если вы заключили завет с Богом через святое водное крещение в взрослом возрасте, на сегодняшний день находитесь в мире с Богом и с окружающими людьми, да благословит вас Господь участвовать в вечере. Если нет, это возможность сесть, помолиться и просить у Бога милости и благодати для вашей жизни. Бог здесь, Он рядом, жертвы Христа достаточно, чтобы покрыть и ваши грехи, где бы вы ни находились, в каком состоянии бы не были у креста, где Господь, когда мы приходим, прощает наши грехи, если мы с верою смотрим на ту жертву, которую Он принес. Итак, текст Писания из послания Коринфянам, 11 глава, 23 стих, где Павел говорит, и боя от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую был предан, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, прините, идите, сие с тела мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Мы по слову Господню помолимся, брат Николай, пожалуйста, совершим молитву над хлебом. Дивный, чудный Господь, мы благодарны Тебе за этот новый день, который Ты послал и за эту возможность, которую Ты дал нам быть участниками воспоминания Твоих страданий, воспоминания той цены, которую Ты заплатил за каждого из нас. Мы благодарны Тебе, что по Твоей великой любви и милости мы имеем этот доступ. Благодарны за этот хлеб, который представляет собой Твое, ломимое тело и раздели его между нами. Благодаря каждого участника, чтобы мы участвовали не в осуждении, но в спасении души нашей. Помоги быть нам в этом мире Твоими свидетелями и распространителями Твоего Царства, Твоей любви, Твоей милости. Тебе слава за все, Тебе хвала, Тебе явно и честь и поклонение великий чудный Бог, Тебе Сыне и Святой Духу. Аминь. Аминь. Если Вы будете участвовать, продолжайте стоять, если нет, Вы можете присесть. Да благословит Вас Господь в участии. Братья и сестры, все желающие участвовать, участвовали. Слава Богу. Слава Богу. Мы продолжим чтение Писания с 11 главы 1 послания Коринфянам с 25 стиха. Так же и чашу после вечери и сказал сия чаша и сновый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу с ее, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пуст ест от хлеба этого и пьет из чаши сие. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимым, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Аминь. Брат Артур, пожалуйста, помолиться на чаше. Отец Небесный, мы предстали перед тобой с благодарностью за кровь твоего Сына, нашего Господа Иисуса Христа. В наших руках символ Его крови освободительный, очистительный. И мы благодарны Тебе, что в этой жертве, в крови Иисуса Христа, мы имеем оправдание, искупление, надежду на вечную жизнь. Благослови нас, Господи, принимая этот вечный дар, осознавать, что мы достались Тебе дорогой ценой, и что за наши грехи Ты оплатил сполна. Благослови нас, всех участвующих в этом. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Синий небо и крест на холме. О, как он дорог сегодня и день! Вижу я небо святое Христа, только лишь там у подножья Христа. Вижу я небо святое Христа, только лишь там у подножья Христа. О, Иисус, мой Спаситель Христос, Христа. Сколько Ты муд за меня перенес! Ты дал мне мир и небес синегу, Ты дал мне жизнь, и Тобой я живу. Я возвращаюсь в Голгофе не раз. Там у креста я ликую душой, вижу я небо чертог золотой. Там у креста я ликую душой, вижу я небо чертог золотой. О, Иисус, мой Спаситель Христос, Сколько Ты муд за меня перенес! Ты дал мне мир и небес синегу, Ты дал мне жизнь, и Тобой я живу. Мы помолимся. Драгоценный Иисус Христос, благодарим за Твой подвиг на Колгофском кресте. Благодарим за Твое усыновление, за то, что сегодня можем не только называться, но и быть Твоими детьми. Это все любоваться. Благодарим Тебя сердечно и просим, благослови нас быть верными Тебе во всем, прославляющими имя Твое и ожидающими Твоего прихода. Благослови нас своими, Иисуса Христа прошу. Аминь. Сердечно поздравляю Вас с этим событием, радостным событием жизни. Вы также можете поздравить друг друга. Ведь участвуя в вечере Господней, мы свидетельствуем окружающему миру и друг другу, что Христос скоро придет, и Церковь Его с радостью ожидает. И вместе стоя споем, воспоем любовь к Христа. Умер он от мук Христа. За тебя и за меня всех нас грешных возлюбя. Поем. Воспою любовь к Христа. Умер он от мук Христа. За тебя и за меня всех нас грешных возлюбя. Воспою любовь к Христа. Вознесу хвалу уста. Умер он, чтоб я мог жить, по Его путям ходить. Прежде слез моих загрет, плакал он тогда за всех. Прежде чем молился я, он молился за меня. Воспою любовь к Христа. Вознесу хвалу уста. Умер он, чтоб я мог жить, по Его путям ходить. Глубину Его любви Не могу вполне понять, как Он снял грехи мои и дарует благодать. Чем же я Ему воздам? Ведь за грех мой Он страдал. О, Господь, возьми меня, чтоб я был Твоим всегда. Воспою любовь к Христа. Вознесу хвалу уста. Умер он, чтоб я мог жить, по Его путям ходить. Воспою любовь к Христа. Воспою любовь к Христа. Воспою любовь к Христа. Воспою любовь к Христа. Но никак не получится в меру любить Можно много стараться быть лучше других Можно ветру отдаться пока он не стих Можно в меру страдать, можно в меру пожить Но никак не получится в меру любить Когда любовь приходит с неба, увидит только слеп Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и хлеб И даже если крест предложит, пойдет на крест она Любовь одна спасти нас сможет Одна любовь одна Можно как-нибудь верить и как-нибудь ждать И в закрытые двери по жизни стучать Можно сердце свое до нуля остудить Но оно не научится в меру любить Когда любовь приходит с неба, увидит только слеп Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и хлеб И даже если крест предложит, пойдет на крест она Любовь одна спасти нас сможет Одна любовь одна спасти нас сможет Когда любовь приходит с неба, увидит только слеп Не надо ей тепло и хлеб Не надо ей тепла и хлеб, она тепло и хлеб И даже если крест предложит, пойдет на крест она Любовь одна спасти нас сможет 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 Когда любовь приходит с неба, увидит только слеп Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и хлеб. И даже если крест предложит, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас сможет, одна любовь, одна. Сегодня особый день в жизни каждого христианина, который вспоминает о том, что сотворил для нас Господь. И вы знаете, личность Христа – это уникальная личность. Это уникальная личность. Много-много, может быть, тысячи людей приходили на нашу землю, может быть, больше. С умными идеями умирали они и умирали все их идеи. Вот личность Христа уже две тысячи лет собирает миллиарды людей, поклоняются миллиарды людей, потому что эта личность особенная. Вы знаете, я слушал стихотворение Беллочки нашей, такой стихотворение прекрасный. Знаете, много сейчас споров часто встречаем, когда говорят, ну вот если Пилат бы не предал Христа, наш Христос бы не умер. Кто-то говорит, что это священники иудейские предали Христа на смерть. Кто-то говорит, это римские воины издевались над ним. Кто-то говорит, это народ Израиля кричал, распни его. Я говорю, это я его распял. Это мой грех. Друзья мои, мы его распяли. Если бы даже его не распяли на Голгофе, он все равно пришел бы для того, чтобы заплатить за мой грех. И мы с братом Александром сейчас исполним такое произведение, которое называется «Молитва в Гефсиманском саду». Вы помните, когда Христос последний день перед распятием идет на Гефсиманский сад, молится и просит учеников, побудьте со мной хотя бы час, поддержите меня в молитве. Но мы помним, как они засыпают. Он приходит и видит, они опять спят. Друзья мои, как часто в жизни мы засыпаем, хотя знаем, что мы должны бодрствовать. Помоги нам, Господь. И Христос молится и говорит, Господи, да будет воля Твоя в этом. Давайте побываем в Гефсиманском саду. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Дорогие братья и сестры, друзья, перед нами молитва. Наша Церковь становится в проломе за наших близких, родных, а тех, о которых мы согласились молиться. Я приглашаю, чтобы вы присоединились. Называйте имена, чтобы мы произносили их в наших сердцах, в наших молитвах. Давайте вместе принесем на руках молитвы наших друзей. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты сегодня собрал нас на это место для того, чтобы говорить нам из Слова Твоего. Настраивая наши сердца также и через пение и молитву, мы просим Тебя о тех, о которых мы, как Церковь, согласились молиться. Просим Тебя за Даника Шарука и Илюшу Черного, за Александра Черного, за Давида Горощука. Просим о милости для Нины Кожич и Джорджа Кожич. За Илюшу Заваститься, благодарим, что сегодня он вместе с нами. За Ивана Ротару, Александра Сойбельмана, Эмили. За Влада Баби, Юлию Черней. За Саню Шишко, Люсю Макан. За Келвина, Дебби, Кристи, Сэма и Джори. За Амалию Грин в Екатеринбурге. За Аню Ехимец. За Ольгу Владимировну Аветисову, Марину Шустак. Варю, Тиму, Абигель Цифра. За Григория, за Татьяну Геаца, за Константина и Слава Тищенко. За Тимофея Глухого, Даника Кистова, Машу Гульченко, Татьяну Минникову. За Костю Остапенко. Просим, чтобы ты прикоснулся и восстановил его. За Веру Остапенко. Благодарим тебя за Юрия Кирилловича Сипко, за всю его семью, за детей и внуков. Просим за Сергея Таницой, за Андрея Сельского, за предстоящую радиацию. За Илью Асельского, за Эрика, за Дага Убора, который в больнице и сегодня. Просим тебя об освобождении от зависимости Татьяны, Ильи, Виталика, Вики и Даника. Просим, чтобы ты спас семьи Максима, Павла, Ромы, Даника. За Израила, Андрея, Артема, Рому, Никиту, Алину и Бориса. Просим, чтобы ты помиловал его. Просим тебя за Эдика, Даника, Джордана, Джордан Сайкс, Слави, Андрея Пейн, Ларри Фар. Просим тебя за Ника, который знал тебя, который посвятил себя тебе, но отпал. Привлеки его к себе, благослови его. Просим о помощи и благословении семьи Горбань, Стаса, за Олега, Диму и Марину. Просим о помощи и милости семьи Максима и Андрея. За братьев наших тракистов. Просим тебя за всех трудящихся и учащихся. Просим тебя за Гонимую Церковь. Особенно в Северной Корее, Иране, Ираке и тех странах, где притесняется Церковь. Просим тебя об остановлении братоубийственной войны в нашей Родине. Просим тебя, чтобы ты смирил мироправителей. Чтобы ты благословил тех, которые потеряли родных и близких. Просим тебя о беженцах, о пленниках, о заложниках. Чтобы все были освобождены. Просим тебя, чтобы Церковь в этот момент была светом и солью во всех отношениях. Просим тебя о спасении Израиля, о мире в Иерусалиме. Просим тебя о духовном пробуждении нашего округа Сакраменто, за Калифорнию, за США. Просим тебя за предстоящие выборы. И просим, чтобы ты всех нас благословил твоим благословением. Во имя Господа Иисуса Христа мы молим тебя. Аминь. Занимайте ваши места. Я приглашаю группу прославления. У нас есть возможность, когда мы можем поучаствовать в нуждах по местной церкви. Если это ваша семья, и вы чувствуете частью поместной общины, это ваше время, когда вы можете поучаствовать на жизнь и здоровье по местной церкви. Различного рода служения. Они также требуют материальные зарплаты. Пусть в этом Господь вас благословит. А мы споем о Его любви в этот момент. И после этого мы приглашаем нашего гостя сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он живой, видит Он тебя Он живой, слышит Он тебя Он живой снова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он живой, видит Он тебя Он живой снова И верно слово храм Его Построен за три дня Дорогие друзья, для меня большая радость и привилегия представить вам Юрия Кирилловича Сипко. Это дорогой наш брат, о ком мы молимся постоянно в этой поместной церкви Он сегодня вместе с нами Когда-то он был председателем или епископом союза церкви евангельских христиан-баптистов Сейчас он живет в Германии Но сегодня он вместе с нами Он поделится словом, которое Господь положил на его сердце Воистину, если можно кого-то в баптистском братстве назвать Святой Отец то этот человек сегодня перед вами Пусть Господь благословит вас Будьте внимательны к тому слову Которое Битвы Вроде бы создают такой дух особого благоговения Некоторые думают, что это уныние Но это же не уныние, так? Это просто смиренное такое созерцание величайшего подвига Христа Иисуса Вообще на земле такого не было Бог явился во плоти И Он стал подобный нам Чтобы стать агнцем Божьим Жертву искупления Понимаете? И мы в этот процесс входим Ну и, конечно, тогда и мой дух смолкает Но сердцем не твердит Любовь великая свершает И в малом дивное творит Ну я тут немножко лирике предался Уж простите меня Должен все-таки по регламенту сотворить обязанное Вот просто эмоции возникли Радость такая Прекрасно в собрании быть Ну и потом, конечно, нельзя пройти мимо Этих простых слов Молитва ваша О страждущих О бедствующих О болящих О мире Молитва ваша Это потрясающая Миссия Церкви Истинное Подлинное Исполнение Божьего поручения И молите Господина Жатвы И молитесь за бедствующих И молитесь за странствующих И вы молились даже и молитесь Я скажу вам прочувствовать и услышать Что вы молитесь за меня И мою семью Я еще живой А вы уже молитесь Просто вообще Спасибо огромное Ваши молитвы сделали чудо И наши дети перешли Из той страны Тени смертной В страну Вечного света Где Бог вас благословляет Дарую вам Все потребное Для жизни Для благочестия Я так наблюдаю Вот в мире побывал В разных обстоятельствах В разных системах Политических Скажу Что до ныне Пока на земле На континенте Американском Есть одна Территория Где принципы Божественного Царства Доминируют Где Божья благодать Выразившаяся В человеке Образе и подобие Божьем Наиболее Высоко Ценится При всех Сложностях Жизни Тем не менее Это просто В сравнительном Таком взгляде И потому Мне кажется Благодарить Бога За то Что мы здесь Можем Созерцать Эту красоту Как говорил Наш американский Поэт Унылая пора А чей очарование Приятна мне Твоя прощальная краса Люблю я Пышные природы Увидания Багрец и золото Одетые леса Вот теперь Хочу прочитать Из Святого Евангелия Из первого Послания Иоанна В третьей главе Частичку даже стиха Потому что Время немножко Мы здесь не будем Долгие процессы Углубления В текст проводить Но так Рассуждаем с помощью Божьей Имея в виду Что мы находимся В таком еще Благоговейном Созерцании Совершившегося Спасения Перед нами Голгофский крест Перед нами Вот все то Что было сосредоточено Вот в словах Иисуса В его молитве За них я Я посвящаю себя Хочу Чтобы они были Там где я И вот здесь Теперь уже Совершившееся спасение И святой апостол Иоанн Пишет в своем послании Письмо нам Церкви Сакрамента И говорит Смотрите Какую любовь Какую любовь Отец Немножко Немножко Что ты мог Все осмотреть И теперь И теперь И теперь Когда он говорит Садул Женок Я так Сейчас особенно У всех Гаджеты Там разные Экраны Потом Новости Сейчас Выборы у вас будут Надо же как-то так Разделить всех Мы посмотрим на эти новости Там Катастрофа Там Потоп Там Война Там Понимаешь убийство Эти вот Потоки новостей Которые мрачнее Одна другой И мы вдруг Испытываем на сердце своем Тот же самый гнет Чувство Будто бы мы там точно Вот в этой же самой Бойне Будто бы мы в этой крови По колено измазались Потому что Мы смотрели туда И вот Когда мы смотрим На Иисуса Христа Смею вас уверить А как надо смотреть? Надо рассуждать о Нем Надо читать Это Святое Писание И надо с Ним Разговаривать Смотрим на Иисуса Христа И не только на кресте Когда он висит Беспомощный Конечно это особенное Мгновение Но Христос то жил Ходил по улицам Беседовал с людьми Смотрите Какую любовь Дал нам Отец И Бог Он предстает нам Отцом Открывается нам Отцом И он оказывается Отец Который в нашу бурную жизнь Отдал Своего Единородного Сына И не просто отдал Чтобы каждому так сказать Нахлестать По заслугам Отдал чтобы Мы стали детьми Божьи Смотрите Чтобы мы Могли Называться И быть Детьми Божьими Знаете Еще хочется В связи с этим рассуждением Немножко вернуться в историю Сегодня здесь вспоминали Так вот Не совсем добрым словом Наших прародителей А как их звали Адам и Ева Адам и Ева Адам и Ева Все знают Все знают Библию Ну Адам и Ева Может быть не так Слишком в нашей жизни Уже поучаствовали Мы то уже Через тысячи поколений Так стали Наследниками Наших Мрачных переживаний Но Там действительно Произошло нечто Что я хочу вспомнить Почему Богу пришлось отдать Среди народного сына Чтобы нам Возвратить И дать нам это право Называться и быть детьми Божьими Там в Едемском саду Они ходили Просто невероятно А писать невозможно У вас тоже похоже здесь Кстати На Едемский сад И мы подъехали Я думаю Ничего себе какие царские пейзажи Деревья Разноцветные Красивые Храм чудовый Вообще супер И люди самое главное Родные Счастливые Все любят друг друга Ну они там ходили И так же и Бог был с ними Он в прохладе дня Появлялся И беседовал с ними А потом Каким-то образом Туда змей затесался Начал тоже беседовать И они добрые были Ева вообще была Такая женщина Как и вы Всегда они Внимательные Любому готовы Помочь Послушать Что там происходит Ну и залезалась беседа И значит Случилось так Что они поели плод запретный Им нельзя было С одного дерева Есть плод Они его поели И случилось Бог приходит И говорит Адам где ты Адам говорит Я услышал Голос твой в саду И я его боялся И скрылся А до этого Он беседовали В прохладе дня Бог для него был там И друг И отец И я вообще не представляю Какими категориями Можно было бы Вот это описать Что он из рук Божьих вышел Бог вдохнул В его лицо Дыхание жизни Бог сотворил Для него Еву То есть вот это было Невероятное Такое Участие его В этом деле А теперь он спрятался От него А я говорит Жена дала мне И я ел Этот плод Вот оно Какая случилась категория Если мы сегодня Уже рассматриваем Вот эту ситуацию То что произошло Из единства Отца Бога Творца И Адама Сотворенного человека По образу и подобию Возникло разделение Теперь он убоялся Теперь он скрылся Произошло разделение Между Богом И человеком Из единства Которое он имел В себе самому Гармонию Потрясающую Когда он Божественной благодатью Наполненный Мог этот весь мир видеть Мог разговаривать И мог давать имена Всем живым существам Теперь он Чувствует себя Не человеком Который поставлен В Едемском саду Когда Бог При сотворении Сказал ему Возделывайте землю Обладайте ею Плодитесь Равнажайте То есть он получался Здесь как бы Представителем Бога На земле А теперь он говорит Я наг Я убоялся И я скрылся И произошло Вот это внутреннее поражение Разделение Самого собою Адама Который был Божьим представителем А теперь превратился В голову Беспомощного существа Ему пришлось Бежать Джунгливать И прятаться А что произошло Он говорит Да жена Вчера он говорил О это кость от кости Это плоть от плоти Это вообще чудо Это вообще чудо Господи Какое чудо ты мне дал А теперь Она мне дала И я ел И вот это все произошло И он разделился С женой своей Произошел раскол Три категории Вот этой трагедии Которые совершились В Едемском саду Мы наследуем И сегодня Если мы честно Глядим правде в глаза Точно то же самое Происходит У нас конфликт В отношениях с Богом У нас конфликт В отношениях с собой И у нас конфликт В отношениях с ближними Причем он Превентивно Никогда не кончается Даже в самых горячих Объятиях любви Все равно остается Территория Которая Разделяет нас Ближних людей Родителей с детьми Мужа с женой Начальника с подчиненным Не будем это все педалировать Просто я хочу сказать Вот Время быстро летит На трех категориях Заострить наше внимание Первое Раскол внутри самого себя Я убоялся И скрылся Я наг И вот уже теперь Он Бога не может Так близко видеть Он теперь От него прячется Когда то Сергей Есенин Так описывал Ситуацию Правда он не об этом говорил Но это вскользь он пометил Когда он вернулся В свою родную деревню Навстречу ему Дед его выходит Ну а Повеса Московский Озорной гуляк Естественно его И дед не узнает В Рязанской деревушечке И он выходит Навстречу Так А потом он узнает И говорит О! И такое восклицание Говорит Ты часом не коммунист ли? Сестра твоя Вон стала комсомолкой Какая гадость Просто удавись Вчера На церкви комиссар Снял крест Теперь Богу негде Помолиться Уж я хожу Украдкой нынче В лес Молюсь осинам Может пригодится Когда-то Агустин Как бы Ненароком Входит в то Что существовало Тогда В этих разоренных Деревнях И существует Сегодня В нашей жизни Молюсь осинам Может пригодится Когда-то Августин кажется Говорил Душа она Нуждается в Боге И она беспокойна До тех пор Пока она не успокоится В тебе В Боге И поэтому Когда Бога не знает А Бога боится Когда вот этот страх В нас живет Тогда вот Молюсь осинам И это образное выражение Это галереи икон Это разнорелигиозные традиции Это какие угодно Суеверии Заметьте В самом 21 веке Как и в прошлых веках Человечество было наполнено Самыми всевозможными Тем, что мы называем Суевериями Это приметы Когда взошло солнце Когда села луна Когда загорелись звезды Это астрология Над которой смеются Люди зрелые Тем не менее Гадают Ты козел Значит, если ты вышел во вторник После обеда Берегись Попадешься Ну и разные прочие приметы И теперь, когда Вот Христос Иисус Дал нам это право Называться И быть чадом Божьим Он восстановил наши отношения С Богом Апостол Павел Пишет письмо Коринфянам и говорит Смотрите Бог во Христе Примирил С Собою мир Не вменяя людям Преступления их Смотрите Бог во Христе Еще пророческие Ветхие заветные книги Говорили Он есть мир наш А теперь Бог во Христе Примирил с Собою мир И мы теперь Богу Обращаемся как к Отцу Смотрите, какую любовь Дал нам Отец Чтобы называться И быть детьми Божьими Это первое вот Условие Мне хотелось бы о нем Вот так сказавши Вкратце Обратить его К тем из нас Тем из вас У кого может быть Отношение с Богом Не достигли Таких откровенных И искренних Как отношение Сына с Отцом У которых Вот есть в Библии Примеры Как блудный сын Сам Христос Рисовал эту картину Как сын Старший сын Отца Ушел из дома Ну в таком Наверное Возрастном уже гоноре Когда он говорил Ну будем сами заниматься Что нам от вашей Старой традиции Вот Давай мне часть наследия И я пойду И сам устрою свою жизнь Я себе представляю Эту житейскую ситуацию Батюшка Скрипя зубами Отдал На то что надлежало Может еще и сверх того Ну а сын естественно Что же это Не опыта нету Нет никакой дисциплины Ну и потом собственно На поход На бунте Понимаете Вот этот разрыв С родительским наставлением Вот это пренебрежение Родительской любовью Сколько сегодня Молодых людей Которых я вот тут Недавно на кладбище Был в вашей сакраменте Господи помилуй Слезы вытекают Слезы вытекают прямо из плечей Вы понимаете Когда молодые люди Вот при том благополучии При тех возможностях Оказываются на кладбище В силу чего В силу того же самого бунта Родительское наставление Оно уже приелось Что называется Плешь переела Ваши старые принципы Они мне не нужны Ну надо жить одного Надо жить весело Бери от жизни все что можно Ну разные другие формулы Он ушел И точно тоже было Но тогда не было мотоциклов Не было машин Поэтому он оставался живым Уже со свиньями Уже голодный Уже раздетый Но еще живой И вдруг приходит Господи помилуй Батюшки то моего Всего полно А я умираю от голода Встану Пойду к отцу моему И скажу ему Отче Я согрешил Против неба и пред тобою Это вот коротенький Такой рассказ Что Христос нам оставил На страницах Евангелия И он возвращается И еще далеко был А батюшка выскакивает И к нему навстречу Это мой сын Это мой сын Он пропадал Но он нашелся Это мой сын Он был мертв Но он ожил И вот Христос рисует Вот здесь Отношения Бога Отца Которого мы пренебрегаем Которого мы отвергаем Он рисует эти отношения Бога Отца Который любит Ожидает Выглядывает Нашими земными мерками За забор Где там мой сын И вдруг он видит Идет 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 Вот такой вот согнувший голову Который боится Поднять глаза Но у него ничего не осталось Больше Это жизнь то свиняча Дали от Бога Ты как в море Заброшенный Грозой И вот в этом состоянии Заброшенности Ты ходишь И потом получаются Трагические исходы А сегодня Господь говорит Посмотри Какую любовь дал тебе Отец Посмотри Чтобы быть и называться Чадом Божьим Сыном Божьим Второе что вот В этом случае случилось Когда Мы видим как Зашлась эта жизнь У этого Адама И он голенький Он спрятался Он не знает куда идти И он теперь Прячется от самого Бога А Бог во Христе Иисусе Соединяет нас с Собою И соединяет нас внутри Себя Апостол Павел Рассуждает и говорит У меня внутри Закон греха Я чего не хочу То делаю А что хочу То не могу делать И это какая-то Просто ужасная жизнь И вдруг вот Приходит избавление Он говорит Благодарю Бога моего Который даровал мне И освободил меня От закона греха И даровал мне свободу И теперь я служу И умом и телом Я служу Господу Богу Восстановилась эта гармония Раздвоенность личности Такая мелко Мало Вяло текущая Шизофрения Это наша в общем-то Спутница жизни И она нас Он на нас Удивляет И она нас убивает Вот мы живем Как бы в двух А то и в пяти измерениях Мы одну маску носим Когда приходим В дом к родителям Другую маску Мы носим Когда выходим на производство И у нас там есть Дисциплина и ответственность Третью маску Мы носим Когда оказываемся Перед полицейским И четвертая маска Может быть оказываемся Мы когда на встрече С любимыми Такие все мы Просто Само наслаждение Наблюдать за нами Мы не будем сейчас Над этим рассуждать Просто по честному Признаемся Внутреннее разделение Внутренняя Несостоятельность Она Наша естественная Сущность И Бог во Христе Говорит теперь Закон Духа жизни Освободил меня От законов Греха и смерти И теперь Тот же самый я Восстановленный В этой целостности Живу Служением Богу Я все могу В укрепляющем меня Иисусе Христе Моя жизнь Обрела целостность Теперь у меня Нет вот этой непонятности Кто же есть я У Господи В этой тьме Что мечусь Каждый день В утомительной смуте Для чего я Куда-то иду по земле Оставаясь Недвижимым В собственной сути Происходит удивительно Когда ты обращаешься К Господу Иисусу Христу С сознанием Своей вот этой Раздвоенности Своей испорченности Своей Необъяснимой Сущности Кто же есть я Действительно И вдруг происходит Примирение Ты теперь Чадо Божие Называться И быть детьми Божьими Восстановленный Внутренний мир Восстановленный Порядок Восстановленная Гармония Ну и третье Вот в этой Процессе восстановления Она может быть Самое важное И существенное В смысле нашей Практической жизни Когда восстанавливаются Наши отношения С ближними Не секрет Что они разрушены Это на самом деле Не надо Никаких статистических данных Но вспоминаю Так вот В российской территории Как-то публиковали Исследование 14 тысяч Женщин Гибнут От рук Своих мужей В год Я себе прикинул Посчитал На 365 дней В году Так получается Брат ты мой Едва ли не пять Женщин Каждый день Убивают Эти любящие мужья Своих самых любимых Которым когда-то Пели песню И говорили Хвастать милая не стану Знаю сам что говорю С неба звездочку достану И на память подарю И вдруг случается Какая-то метаморфоза И этот ужас Он не останавливается Если мы посмотрим На вот эту процедуру Вот даже с точки зрения Созидания семьи Треть детей в России Рождаются вне брака Читали такую строчку? А потом А потом Через несколько лет Браки Вот эти связанные Любовью Распадаются И двое Враждуют Между собой И драчки устраивают И делят детей И каждая разрушенная семья Это сирота на улице Каждая разрушенная семья Это безотцовщина Ребенок И у каждого найдется Тысяча причин Потому что она такая Потому что он такой А где же была вчерашняя любовь? А куда она девалась? Она здесь коренится Вот в этом самом превращении Из божьих детей В детей В века сего В детей Которых Теория эволюции Насаждает эту идею Что мы Ничего божественного У нас нету Мы просто Плод эволюции Да, вот в течение Миллионов лет Так произошла эволюция А так Такие же самые животные Как обезьяны Ничего нового И мы же Понижаем Свою норму Свою внутреннюю цену Понижаем Свою собственную Сущность Понижаем Потому что Отвергаясь Бога Мы себя обрекаем На такое существование И здесь вот Когда мы Вот об этом думаем Когда Бог Восстанавливает Вот эти отношения Есть история в Библии Два брата Иаков И Исаав Они поссорились На пустяках Как впрочем Иван Иванович С Иваном Никифоровичем О чем Николай Васильевич Говель рассказывал Это потрясающая Такая вот свара Ни на чем Расстроенная И она никогда Не залечивается И только Христос Соединяет двоих в одно Я вспоминаю историю Когда один брат Ну таких их много Историй Просто она для меня Особенно впечатляющая Когда один брат Ну братом он стал У него было 20 лет Наркотической жизни Криминальной жизни Он сидел в тюряге И вот Ну они там по-особенному Эти живут блатные И им всегда Подносят какой-нибудь Наркотик Вот и Принесли Во время Когда пришло Свободное Благовестие Евангелие принесли И он так Взял Евангелие Как и все Тумбочку кинул И значит Продолжает жить Как жил А потом Бог отнял у него сон Он всю ночь лежит Не спит И вдруг вспомнил Мне же книжку дали Там какие-то баптисты Он достал эту книжку И прочитал ее всю за раз Она его захватила Я так понимаю Что из криминальной жизни В которой вот Только лишь укол Только лишь какая-нибудь Грязная такая история И вдруг Христос Предстает перед ним В этой книжке И он предстает перед ним Как такой светлый образ Которым он хочет Просто поклониться И за ним пойти А в итоге они его Они его предали Они его оклеветали Они его на крест вознесли Как мы сегодня вспоминали Распялись этими Угугуканьем С этими криками Если ты сын Божий спаси А он говорит Я пережил такие чувства Что мне бы было Если бы это было здесь сейчас Прямо я бы разорвал их всех Кто Христа распинал Там просто в нем произошел Такой эмоциональный взрыв И он Господу Христу Вот так исповедовал свою веру И свой восторг Что Господи Если это ты Тогда меня Меня вот так спаси Как того разбойника на кресте И уже вот расцвело Ребятки его зовут Пойдем Серега У нас уже готова Ханка Тебя ждем А Серега говорит А я не хочу И это было изумлением для них Для всех Ну как бы Зависимость от наркотиков Считается неодолимая Там уже брат ты мой Порьем все Надо бьемся Он говорит А я не хочу Прошло сколько времени Там Мама к нему приезжала Тоже привезла ему Немножечко там Алкоголя Какой-то там Отравы привезла Она так Мать Мать же для сына Все сделает А он говорит Мама Зачем ты это все Рассказала ему Ей о Христе Короче Через некоторое время Он уже на воле И он уже на воле И он ищет свою жену Он помнит Что они жили вместе У них был сын И потом это все Так сказать Дорога криминальная Разделила их Он находит ее В каком-то притоне В состоянии Уже близком к кончине И он начинает Бороться за нее И начинает рассказывать Ей о Христе Она конечно Под воздействием Этого дурмана Вообще не хочет слушать И говорит Пошел вон Я не хочу тебя видеть А он какой-то любовью Исполнился к ней И начал ей благовествовать И начал ей помогать Вытащил Вытащил из этого дурмана И она Отказалась от наркотиков Приняла Христа И освободилась тоже Они теперь вместе с ним Вместе со своим мужем Восстановили отношения Бог восстанавливает Эти отношения Которым кажется Уже никогда Невозможно восстановиться Когда приходит прощение Через страшную трагедию Через страшную территорию Грязи и безнадежности Теперь они вместе Где же сын наш Надо искать сына И они стали искать сына Они нашли его Он уже получил пятерку И он уже готовится на этап И они нашли его И дали им свиданку Коротенькую безусловно И они поговорили И они поговорили с сыном своим Рассказали о том Что Бог сделал с ними Подарили ему Евангелие Да, он пошел по этапу Да, он должен был сидеть Назначенный пять лет Он не отсидел Их ему по УДО освободили И я уже видел его Когда он В светлом Таком обличье С пиджачки Как у меня сегодня И он учится в библейской школе Чтобы проповедовать Евангелие Этот Серега Невероятная жизнь Вот это только я одну судьбу рассказываю Их же не счесть Хотя я и сам такой же самый Можно и про мою жизнь рассказывать Но это неудобно Бог восстанавливает Вот эти отношения Бог соединяет нас С Богом, с Отцом Мы ему становимся Сыновьями и дочерьми Смотрите, какую любовь дал нам отец Чтобы нам называться И быть детьми Божьими Он восстанавливает Наш внутренний мир Теперь мы уже не Кто же есть я? А я чадо Божие Я Сын Божий Невероятно Чтобы нам называться И быть детьми Божьими Пусть Бог благословит нас Братья, дорогие, сестры Когда мы Получившие это великое Божье обетование И получившие эту великую Честь Называться и быть детьми Божьими Мы этот мир распространяем На всех Мы любим Мы прощаем Вот уже нет Иудея и Елина Во Христе Некогда чужие Мы теперь близкие Во Христе Иисусе Мы Церковь Божья Собираемся вместе Под одной крышей Начните искать Свои корни Биографию Каким образом Вы оказались рядом Что соединяет вас? У вас за спиной Такие разные судьбы У вас за спиной Такие разные биографии А теперь вы вместе Обнимаетесь Целуетесь Говорите Брат мой Сестра моя Это чудо совершил Для нас Господь Смотрите Какую любовь дал нам Отец Называться И быть Детьми Божьими Пусть Ему будет слава Пусть Ему будет благословение Пусть Ему будет песнь хвалы Пусть в вашем сердце Будет всегда мир Пусть в вашем сердце Всегда будет любовь Пусть будет в вашем сердце Способность Благословлять Прощать Любить И возвещать Святую правду Нашего Господа Иисуса Христа Слава Ему Во веки веков Аминь Аминь Давайте помолимся Сейчас Дня Воскресного Который ты даровал нам С особой миссией Вспомнить цену спасения нашего Принять Тело И кровь Как кровь Нового Завета И в этом объединиться Одно В Тебе Нашем Господе Сокрыться Исполнится Твоей благодатью Исполнится Твоей любовью Благослови Каждое сердце Сегодня по-особенному Взглянуть На свое состояние На Твоя любовь И Твоя жертва Делает нас Твоими детьми Боже милостливый Даруй нам этого Духовного мужества Вырваться Из сомнений Из страхов И называй Тебя Отцом Небесным Жизнь свою Совершать достойно Как дети Твои Чтобы жить свято Чтобы жить непорочно Чтобы жить любовью Благослови каждую душу Каждого сестру Каждого брата Благослови каждую семью Христианскую Твоим благословением Особенно молим Тебя Тех, кто сегодня Стоит в сомнениях Кто еще находится В этих укрытиях В кустах Будучи нагими В стыде Прячась от лица Твоего Боже милосердный Благослови Преодолеть эти Страхи и сомнения И выйти из кустов Навстречу Тебе Потому что Ты спрашиваешь Где Ты, Адам? Где Ты, Коля? Где Ты, Вася? Господи И пусть каждый Откликнется на Твой призов И каждый получит спасение И вечную жизнь Слава Тебе Честь и хвала Тебе Наш Бог Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь Слава Богу Благодарим сердечно Господь действительно Многое нам сказал сегодня И приходя ко Христу Наши взаимоотношения Внутренние Меняются Наши взаимоотношения По вертикали с Богом Меняются И наши взаимоотношения По горизонтали Тоже меняются Вот эти три момента О которых мы сегодня Говорили Из Божьего Слова Да прославится Господь В нашей жизни Теперь быть не только Слушателями Но и исполнителями Его Слова Я приглашаю группу Прославления Мы в заключении Споем Не споем Тогда просто Внимание К нашим объявлениям И закончим Это служение Молитвой Значит У нас не будет Оркестра На этой неделе В понедельник Оркестра не будет Но Братья Церковного Совета Если вы члены Совета В понедельник Вот это Который сейчас будет У нас будет Совет Где нам нужно Обсудить Моменты Относительно Предстоящих праздников И жизни И служений В церкви Так что Церковный совет Будет Но оркестра В понедельник Не будет В среду Традиционно У нас Библейский час Приходите На 7 часов Также в это время Будет спевка детского хора Иннос Она будет у нас Спевка детского хора Будет В среду В 7 часов Вечера В пятницу В четверг Хор У нас будет Хор Будет хор Спевка хора В четверг В 7 часов В пятницу В 7 часов Вечера Молодежное общение Так что Молодежь Планируйте Ваше время Соответственно Запишите Пожалуйста Себе 10 ноября В воскресенье В вечернее служение У нас будет Музыкальный вечер Поклонения Give thanks to the Lord Леня ответственно За это служение Подготавливает Потрясающее время Где мы можем Поклониться Через музыкальное служение Это 10 ноября Это будет Это следующее воскресенье Вечером У нас будет Музыкальный вечер Запишите это себе 16 ноября Если у нас есть слайд Высветите пожалуйста У нас будет конференция Для сестер С Маргаритой Коломитцевой Она пройдет целый день В субботу С 10 до 4.30 Есть регистрация Через QR-код Или вы можете записаться Среди наших сестер Но обязательно Зарегистрируйтесь Регистрация платная Если у вас нет возможности Дайте служителям знать И мы покроем И это для вас Но обязательно Планируйте Это будет Очень хорошее время Для анализа Хорошее время Для духовного роста Еще одну дату Запишите себе пожалуйста Это будет 3 декабря Вторник 3 декабря Мы арендуем Roller Land Где наши дети Молодежь И все из вас Кто хотел бы Покататься со своими Детьми на коньках С 5 до 7 вечера Мы вам Отдадим оповещение Где это находится Roller Land 3 декабря С 5 до 7 вечера Вся наша церковь И вы можете Приглашать друзей До 700 человек У нас до 700 Пар коньков Для вас будет Вернее не коньков А роликов Так что Это время Когда вы можете Вместе со своими друзьями Просто выйти И пообщаться 3 декабря Запишите себе Эту дату Мужской ретрит У нас будет С 12 по 14 декабря Братья хотели бы Выехать в горы Немножко Побыть Со Словом Божьим Пообщаться Поразмыслить О церкви О нас Как отцы И то служение Которое мы должны иметь Так что Запишите это время С 12 по 14 декабря Мужской ретрит Ну и наши традиционные служения Это будет день благодарения И рождественские служения Также конечно Внимание к ним Чтобы мы могли Также вместе собраться Как церковь Ну это все объявления Прекрасное сегодня служение Осталось только поблагодарить Нашего Господа Есть еще одно объявление Для сестер Значит вот эта Конференция с Маргаритой Коломитцевой Сестра Таня Которая только что Сделала объявление Она будет стоять на выходе Пожалуйста У вас есть последняя Можно сказать Возможность записаться Чтобы мы учли И ваше присутствие На конференции Обязательно нужно Зарегистрироваться Опять же Если 20 долларовый Взнос Вы не можете себе это позволить Дайте нам знать Мы вам в этом поможем Но обязательно Зарегистрируйтесь Все Я вас приглашаю Для молитвы Давайте мы помолимся Поблагодарим Господа И пусть Господь Благословит нас В этот час Отец Небесный Так благодарны Сегодня наши сердца Что ты посетил нас И посетил нас Своим особым Прикосновением И благословением Благодарны тебе За стол любви Благодарны тебе За напоминание Что мы достались Тебе дорогой ценой Благодарны тебе За сегодняшнее слово Которое напоминает нам Чтобы мы смотрели Какую любовь Даровал для нас Ты Отец Небесный Чтобы нам Не только называться Но и быть Твоими детьми Детьми Какая честь Какая привилегия Быть в твоей семье И называться Твоим сыном И твоей дочерью И благодарны За напоминание Что у тебя нету внуков И твои взаимоотношения С нами Они сыновьи Благодарны тебе Что ты принимаешь нас Восстанавливаешь И даруешь нам Все необходимые блага Уже здесь на земле А тем более вечности Ты чудный Господь Ты чудный Бог И мы благодарны Тебе за всю Твою работу в нас И за действие Духа Святого В наших сердцах Благодарны За всех участвующих Сегодня За хористов За музыкантов За те Которые рассказывали Стихотворения За наших молитвенников За все Которые участвовали Сегодня Прославляли тебя Настраивали церковь На поклонение тебе Тебе Господи За все Да будет честь Хвала и поклонение Из наших уст Из наших сердец А сейчас мы просим Тебя Чтоб ты благословил нас На эту трудовую Неделю Чтобы мы в этой Неделе Также во всем Могли поклониться Тебе И достойно Тебя прославить А мы молимся Той молитвой Которой ты научил Своих учеников Молиться Отче наш И слава И слава Во веки Аминь Божьих вам благословений Приветствуйте друг друга Да благословит вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok